Здравствуйте, друзья! И приглашаем вас в Якутск на четвертый чемпионат мира по масс-рестлингу. И если вы не знаете, что это такое, то вкратце я вам расскажу, что это перетягивание палки. Но это не простое перетягивание палки. Это очень динамичный и очень такой нагруженный вид спорта. Ну и сейчас будем с вами знакомить. И мы, ваши комментаторы, Роман Гришин и Степан Посельский. Добрый день, друзья! Ну, конечно, мы сегодня увидели предварительные схватки в утренней части программы. Ну, а вечером сейчас нас ждут уже финальные поединки. Это четвертый чемпионат мира по масс-рестлингу и центр спортивной подготовки «Триумф». Сейчас мы станем свидетелями поединков в трех весовых категориях у женщин и в пяти весовых категориях у мужчин. Да, с женщин начнем с веса до 75 килограммов и дальше будем уже двигаться по протоколам. Потом будут женщины 85 и 85 плюс. Ну, а потом уже перейдем и к мужчинам. Вообще, конечно, надо сказать, что сегодня в Якутске невероятно солнечная погода. Тут никакого облачка плюс 26, а местами и 28 даже. Ну, мы прекрасно знаем, что зимой в Якутске очень холодно, летом в Якутске очень жарко. Ну, и здесь в «Триумфе» тоже ожидаем, что будет жарко, потому что зашли утром, как раз посмотрели на предварительные схватки. И действительно, динамика была невероятная и противостояние было очень-очень серьезное и насыщенное. Да, если говорить немного языком статистики, да, то сегодня у нас было участников 62 участника, да, у мужчин 46, 16 у женщин. Всего в первый день соревнований 39 команд было представлено. То есть 39 стран и достаточно внушительные и по, скажем так, регалиям, да, и по навыкам, да, я тоже посмотрел. И 5 континентов у нас представлены, страны от Азии, там, Южной Америки и так далее. В общем, посмотрим за противостояниями именитых спортсменов. Я думаю, что для тех людей, которые очень любят единоборство и силовые виды, да, спорта, это будет очень интересно и это вы откроете для себя новый мир. Есть чем увлечься, да, абсолютно соглашусь, потому что, действительно, я признаюсь честно, для меня этот вид спорта тоже новый. Поэтому вместе с вами, кто сейчас у своих телеэкранов, будем знакомиться с ним вместе. Понятно, да, что есть фанаты масс-рейсинга, тут большое количество и специалистов, и я видел даже есть такие споры яростные между поличками, да, одного и другого спортсмена. И, конечно, для тех, для кого этот вид спорта еще неизвестен, постараемся его познакомить. Потому что, честно сказать, он захватывает, потому что так вот кажется, ну что там такого, да, взял нам, тянешь палку на себя, перетянул, молодец, не перетянул, нет. В самом деле здесь есть очень много технических нюансов, есть много таких хитростей, есть приемы, о которых мы, естественно, тоже будем рассказывать по ходу нашей трансляции. Ну и противостояние характеров, конечно, это все-таки единоборство, хоть и бесконтактное, но оно все равно подразумевает под собой вот борьбу личностей, борьбу характеров. Это тоже очень интересно, эмоции. Прямо вцепиться в эту палку, да, и просто вот на характере бывает, ребята рассказывали, буквально двух-трех человек. Я тут попросил, он говорит, вот пальцы у тебя уже не держат, а ты просто на характере вот скручиваешь руку и вырываешь эту палку. Ну да, наши зрители сегодня это увидят. Я думаю, что многим этот вид спорта покажется, ну, достаточно интересным. Да, и ключевые, наверное, факторы – это простота, доступность и, в определенной степени, зрелищность этого вида спорта. То есть можно попробовать потянуть палку самостоятельно. Это якутский национальный вид спорта, называется он буквально «перетягивание палки мастер-дегу», ну, по-якутски, да, так звучит. Но в целях популяризации, да, назвали масс-рестлинг, то есть уже… Ну, масс – это с якутского как раз палочка, да. А рестлинг – это, соответственно, борьба. Поэтому такой международный термин, да, такое название. Ну и мы видим уже первые наши участники готовы выйти на помост. Елдана Болтабекова, представляющая Кыргызстан. Она у нас в красной форме, ее соперница из Колумбии – Пересальгада Вероника Лорена. Вот и она. Ну, кстати, надо сразу отметить, что две полные команды во всех весовых категориях были представлены. Это Россия, само собой, да, и Кыргызстан. Там тоже очень любят масс-рестлинг. У них также был исторический этот вид спорта, да, но похожий чуть по-другому, но похожий, да. И сейчас у них настоящий бум, можно сказать, масс-рестлинга. И очень много у нас финалистов именно из Кыргызстана. Давайте посмотрим. Внутренний захват взяла Белдана. И очень-очень легко вырывает она в первой попытке в полку у своей соперницы. Да, о чем мы и говорили, все-таки уровень подготовки, да, здесь немного все-таки должен быть разный. Кыргызстан – это уже постоянный участник чемпионатов мира, этапов Кубка мира. Ну, и постоянные они соискатели медалей на чемпионатах и соревнованиях самого высокого ранга. И при этом, да, еще считается, что все-таки внешний захват, он более силовой, а внутренний, он такой более технический. И у тебя не так много вариантов, в принципе. И здесь мы видим, что очень легко Белдана взяла этот захват и вообще без каких-либо проблем просто выдернула палку с соперницы. Ну, просто даже то, что из Колумбии, да, девушка занимается вот нашим национальным видом спорта, уже говорит о том, что все-таки этот вид уже достаточно большую географию имеет. И глава республики Саха-Якутия, понятно, да, родины масс-рестинга ставит цель, чтобы этот вид спорта в недалеком будущем вошел в олимпийскую семью. И вот здесь уже внешний захват и тоже перетягивает за второй попытки 2-0. Белдана Болтабекова не оставляет никаких шансов против своей соперницы. И она становится бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 75 килограммов. Поздравляем! Да, так зрительно легко она выдернула палку, но я представляю, сколько усилий все-таки потребовалось. Даже мне кажется, что в первой попытке усилий потребовалось чуть меньше, чем во второй. Да, еще одна бронзовая медаль у представительницы Узбекистана Гульназы Раджабовой. Но она уже в предварительных поединках решила исход, скажем так, да, в свою судьбу. В общем, она завоевала бронзовую медаль. Ну, а нас ждет самый главный финал в этом весе. И представители России и Украины будут здесь бороться. Посмотрим. Да, две серьезные школы. Да, одна из самых именитых спортсменок и Республики Саха-Якутия, России, ну и мира. Это Ирина Севрюк. Она сейчас готовится выйти. Вот выходит она. Да, она будет в красной форме. Да, в красной форме, в красный угол она представляет. Ну и ее соперница Ольга Сукач из Украины. Ирина Севрюк является чемпионкой мира, многократная чемпионка России. Победительница этапом Кубка мира. В общем, у нее есть все титулы, которые возможны в масс-рестлинге. Очень мощная атлетка. И ее тренирует, кстати, тоже очень известная спортсменка Татьяна Григорь. Ну вот, Ольга Сукач сейчас на ваших экранах. Соперница Ирина тоже настраивается. Вот так обе они нюхали, я так понимаю. На шатырь все эти, да, в такой бутылочке, чтобы настроиться окончательно. И все. И Ольга уже на помосте. Да, Ольга является абсолютной чемпионкой Европы. Но в абсолютном весе, да, так что у нее тоже хороший опыт. Ну и сегодня она, конечно, без вопросов вышла в финал. Так что ждем сейчас уже более конкурентную борьбу. Внутренний захват у Ирины. И внешний пуль. Подкручивают чуть-чуть кисть. Но по правилам, да, по правилам мы знаем, что кисть должна быть ровная. Вот здесь, конечно, от арбитра тоже многое зависит. От старта очень многое зависит, да. Вот здесь уже, да, вот этот старт, этот оттягивает. Здесь, видите, да, уже гораздо больше, скажем так, нервов, да, в начале, да, уже никак не могут начать даже поединок. Потому что обе спортсмены кисть заряжены на стройке. Ну, у каждой, да, у каждой, да, у каждой, да, не перехватывается. Цена победы в финале. И упорно очень интегривает. Свои соперницы. Сейчас посмотрим еще на повторе, как это было. Ну, да, камена сработала через слабую руку своей компонентке. Вот через левую, как мы видим. Ну, старт взяла, да? Да, и подгазовала еще. Ну, видно, здесь прием газов, если вы когда-нибудь ездили на мотоцикле, вы прекрасно понимаете, как добавляется газ нам. Вот здесь вот сейчас на этом повторе будет хорошо видно. Вот тянет на себя и вот, да, вот подкручивается. Ну, и вырывает, конечно, палку, переноси грюк. Счет 1-0. Это оттуда побед у нас продолжаются поединки. Но уже здесь меняется хват спортсменов. Ждем. Внешний у Польги Сукач. Ну, да, и Хватте, он же меняет все, если первый попутник был внутренний. Нет, вернее, да, внутренний, да. Да, потому что у нее первый внешний, особенно у Ирины. Ира, левая на себя. Да, и как раз сейчас было даже слышно, что мы сказали, Ира, левая на себя. Ну, и левая, она послабее, да. На себя, левая. Голянцы! Команда И прям убирается вот так ногами. Но плотно держит Ольга. И мы тоже молодец. Мы посемлились. Но и прям подкручиваем. Так вот тянет, тянет на себя Ирина. Ну и все-таки, да, пальцы не справляются. Ольга И вырывает. За счетом 2-0 Ирина Севрюк победу в этом соревновании. Да, она становится чемпионкой мира, победительницей в весовой категории до 75 килограммов. Еще одна веха, еще одна победа в ее богатом послужном списке. Но меня, честно скажу, впечатлила Ольга во второй попытке, потому что она до последнего держалась. Да, ей было очень сложно перетянуться, потому что она туда уже наклонилась вперед. Но, тем не менее, какое-то серьезное сопротивление, временное, да, она оказала. Да. И поздравляют друг друга спортсменки. Конечно, хорошо они друг друга знают. Много лет соревнуются. И повтор сейчас финала. Вырывает палку Ирина Севрюк в первом. Во втором же периоде, да, очень сложное здесь ей было, конечно, да. Очень серьезное сопротивление оказала Ольга Сукач. Да, еще пыталась такое ощущение, что перетянуть прямо на себя Ирина, но там, скорее, даже уже захват разорвался. Вот здесь еще раз, да, вот попытка с другого ракурса. Здесь вот так вот пыталась еще раздергать. Видно, влево-вправо качая палку Ирины. Это уже один из таких приемов. Но, я заметил, при этом Ирина, она не скручивает палку вот в 90 градусов, потому что по новым правилам ничего, да, то есть нельзя перекручивать дальше, чем в 90. Техника, конечно, на высоте и той, и другой спортсменки. Они выложились на все 100. Но в итоге победа у Ирины Севрюк. А мы переходим к следующей весовой категории. У женщин до 85 килограммов. И у нас сейчас противостояние России и Узбекистана. Лисе Гуреева представляет Узбекистан. Вот она сейчас на ваших экранах в красной форме. И Махинур Абдузаирова представляет Россию. Олесе Гуреева является абсолютной чемпионкой мира. И Махинур Абдузаирова, Россия. Очень большой послужбой список. И она является восходящей звездой масс-эйстлинга. Представляет Калужскую область. Ну и в таких соревнованиях, в отличие от единоборства, мы считаем, это не область, но бесконтактное единоборство. И в отличие от того, что у Бокси, у Бокси, здесь, конечно, поражение не так критичное. Ты получаешь опыт, это здесь, наверное, можно. Стартует, да, и стартует. Посмотрите, как очень-очень хоро. И да, молодец. Первая попытка за ней. Все так вот, молодая спортсменка. Очень именитые соперницы. Это дает бой. Да, ну здесь, в связи с небольшим количеством, да, здесь, в частности, в этом месте, уже это уже пятый круг сейчас соревнований. И будет зависеть судьба золотой медали уже и от следующего поединка тоже, да. Да, вот так молодец. Бокси, ну, завалила соперницу. Что получается на ее правый бок, да, то есть в свою левую сторону. И дальше уже раскачала палку и выдернула ее. Четырехкратная чемпионка России Махинора Абдузаирова. Абсолютная чемпионка двух этапов Кубка мира с 21-го и 19-го годов. Так что, да, она фаворит, конечно, в этом весе. Вторая попытка. Теперь у Махинор внутренний захват. Дворительное движение. И Махинор вот так тоже убирается, тянет. И во второй попытке также 2-0 вырывает она. Очень много эмоций. Вот всегда вот женские соревнования, это всегда про эмоции, да. Здесь вот даже не сдержалась, расплакалась. Да, слезы радости, конечно, и счастья. Махинор Абдузаирова становится победительницей, да, в нашем соревновании. Ну и смотрим сейчас вторую схватку в этом весе. Представители Кыргызстана и Таджикистана будут оспаривать бронзовую медаль. Так вот. Вот, кстати, по регламенту еще, да. То есть, понятное дело, что мы работаем не только для тех, кто понимает и давно следит за масс-рестингом, но и, возможно, кто-то присоединился только что. И мы тоже рассказываем о регламенте. Вот этот поклон, это обязательный элемент. Спортсмены, выходя на помост, они обязаны традиционный поклон как раз осуществить. Да, переходим дальше. Кыргызстан против Таджикистана. Средница Кыргызстана сейчас взяла Малибашева на ваших экранах. Назия. Да, ее соперница Шахмита Хакимова. Таджикистан. Атлетки готовы начать поединок. Как раз поклоны. О котором мы говорили гармон. И все это достаточно торжественно, уважительно. Другую победу. Мы говорим о том, что это единоборство, но они без контакта. Мы же здесь. Да, 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 и стартует, конечно. Молодец. Малибашева один. Сейчас Суэльбурзу делает. Первый здесь 40 секунд. Ну, а сразу тут, браво, рукой, голове, динамо нацелить, потому что, в эту сторону, в эту сторону получилось ей подгонять. Кстати, еще вот там музыка, которую вы слышите, это тоже обязательный элемент соревнований. Как мы знаем, соревнования по тайскому боксу проходят, по традиционной тайской музыке здесь тоже играет. Это музыка вживую, между прочим, и, возможно, нам в трансляции тоже еще удастся вам это показать. Да, варганная музыка, традиционный хамус якутский звучит на финалах чемпионата мира. А у нас вторая попытка. Вот, да, и как раз тот момент замок поворота, и вот так вот по раскатечку, без особой сложности, вытаскивает эту палку из рук соперницы. Тоже 2-0. И еще одна медаль в сборной Кыргызстана. В общем, в зачете, я думаю, что они, только они могут составить конкуренцию россиянам. Вот еще раз посмотрим, как это было. Поворот как раз на 90. И там видно даже, да, что пальцы прямо сами начали разгибаться. Да, и здесь, кстати, еще вот на этих повторах обратите внимание, что спортсменки и спортсмены тоже, они тянут палку не бицепсом, тянут всем корпусом и вот подводят плечо как раз назад. Да, это очень важно, кстати, да, на предварительных раундах не очень опытные спортсмены, очень такие мощные атлеты, они пытались именно за счет силы рук даже вырвать палку, но не получается, потому что здесь весь мышечный корпус должен, да, работать на победу. Спина, ноги, рука. Ну да, то есть это же вид спорта, который в целом развивает тебя целиком. Да. Без сильной спины, без сильных ног, масс-рестлер, не масс-рестлер. А между тем мы с вами перешли уже к весовой категории свыше 85 килограммов. Также у женщин Петра Соч из Венгрии против россиянки Яны Байш. Да, это весовая категория свыше 85 килограммов. Татьяна Байшова, чемпионка России, является носительницей очень известной в Виктории фамилии Байшова. Чуть! Да, Кули Байшова представляется. Вообще, мне кажется, первая же секунда. Иконой настоящей масс-рестлинга. Кули Байшова, нет человека, который бы его не знал. Кстати, да, это его сын, тоже Егор Байшова, тоже занимается масс-рестлингом и очень успешно сделает династию. Да, династия, мы слышим. Сложная бенгерская фамилия, сначала неправильно произнес, Петра Сокс. Ну, она, да, никаких шансов в первой, во всяком случае, попытки у нее не было. Возможно, сейчас команда подскажет мне, что это не происходит. Я не пошел, я не пошел, я не пошел, я не пошел. Ну, пойду, я не пищу. Чудрин за пол. Татьяна, грубой, вверх перетенул и буквально соперника царя. Если не сторона, тогда тоже начинается одним из элементов победы. Если ты, если соперника в палку не отпустил, но оказался на твоей стороне помоста, ты все равно его победил. Ну же, 2-0. Наши поздравления, Татьяне. На одном дыхании она провела этот чемпионат, и, конечно, очень здорово сейчас видеть такую уверенную победу. Татьяна. 2-0 и звание чемпионки. Мужчины везде, да, здесь уже просто было видно, что Петра сама поднимаясь, поняла, что шансов нет, просто она палка в этот момент пропустила. А первое же движение буквально, Татьяна. Ну и следующая весовая категория, вот уже мужские будут у нас веса. Весовая категория первая до 60 килограммов. Конго и Сербия. Вот такие две разные страны с точки зрения географии, да и вообще в целом. Да, и эти спортсмены будут бороться за бронзовую медаль. Соревнований. Варнель Кимпеди Джарни. Вот так зовут спортсмена, который представляет Конго. Ждем сейчас его появления на мостике. Ну и на помосте, конечно же. А вот, да, как раз большое спасибо режиссерам. Показали тот самый оркестр, который играет живую музыку и сопровождает все выступления. Да, его соперник из Сербии, внимание, Лекович. Тоже достаточно опытный спортсмен. Развивает масс-рестлинг у себя в стране, в Сербии. И такой красочный выход спортсменов. С каким-то повреждением, во всей видимости, он не выходит. Рука запинтована. Ну и есть, конечно, пока спортсмены как раз выходят. Есть разные мнения о масс-рестлинге. Кто-то говорит о том, что если ты хорошо разогрет и оптимально подготовлен, то вообще травм не возникает. Ну, за исключением там мозолей и срывов. Кто-то же говорит, что наоборот. Что страдают кисти, страдают плечи, страдает спина, колени. Но многие говорят о том, что неправильная работа, новичковая, она может приводить в травму. И это будет очень важно, когда сам правильное положение занимать. Поэтому мы постараемся еще чуть позже сказать. То есть, многие должны быть как раз в пределах ограниченного пространства, но не шире и не хуже, чем в душе. И где-то там, как теплее, как раз вот сейчас как варнерик сидит. Потому что когда тебя соперник тянет на себя, ты широчайший курс кладешь на ноги. И какого-то смысла тебя не вытягивает. В целом, в основном приходят люди, которые уже подготовлены, уже из других различных подростков. Большой курс кладет сейчас. Ну, как убирается, как убирается, как убирается. Да, и не отпускает палку как раз представители Сербии. Вот эмоции. И показывает, что вообще не испытываю якого-то натяжения. Да, это защита. Да, одно из самых длинных сейчас противостояний. Долгих. И тот, и другой не хочет отпускать от давали. Да, и напряжение здесь растет, конечно. Внимание. Лекович. Держит защита. Балку на... Да, выкатывается. И теперь... И эмоции какие-то... Он прям выложился весь. Мне интересно посмотреть, каким он будет во второй попытке. Потому что... И мне, конечно, уперся прямо. И вот здесь чисто технически, да, его обыграл. Представитель фонга. Потому что, если ты заступаешь, правда, за ограничение твоего... ...линию, то просто... ...тоски вот, в которой ты говоришь, что вот ты уже проигрываешь. Вот здесь, да, тянул, тянул в сторону. И вот сколько было на бывание. Еще отмечу, что правилом большого экспресса 2 минуты. То есть, если в течение 2 минут не произошла победа одного или другого... ...то вот начинается проигранный обоями. Галезец хитрил, конечно. Галезец. В последний момент, да, еще вот прямо перевел руку и докрутил дальше. Сейчас будет любопытно посмотреть, действительно, вторую покупку, да? Потому что сил-то они потратили очень много на первую. Здесь либо технически сработает, либо вот у кого этих сил осталось побольше. Да и в целом в этой весовой категории наибольшее количество участников было 9 минут. Так что провели они... То есть 60 килограммов это популярная весовая? Ну да, конечно. Травма. Да, видимо, мозолей, да? Сорвал, скорее всего. И докладку им сейчас делать. Мозолей продовод. Проследует. Бывает. Сейчас медики должны помочь. Ну вот, да, о чем мы и говорили. 19 спортсменов в этом весе. Это самая представительная весовая категория. И очень много разных стран было представлено также в этом весе. Ну, прямо лев, вот готов загрызть любого в саванне. Но тоже получая таким образом, кстати, Варнель необходимую паузу для восстановления сил. Потому что если бы сразу включился схватка, было бы интересно. Сейчас, наверное, все-таки его успеют более-менее привести в чувство. В утренней программе он также очень такие эмоциональные, красивые поединки провел. Так же, как и его соперник, кстати, да. От финального поединка просьба приготовиться к пакистанскому спортсмену Саад Мухаммад и спортсмену из Казахстана Шназар Мухаммаду. Видно, да, что очень много эмоций человека, настрой действительно боевой. Взгляд хищника. Ну да, тут видно, что он сконцентрируется, потому что я как раз его видел на предварительных соревнованиях. Парень, который показывает всем своим видом, что спуску сопернику он не даст. И, я так понимаю, время истекло, да, у спортсменов. То, что показывал один из секундантов, как раз конголезца, на то, что слишком большая пауза представителя Сербии. А, вот он появился. Там еще так попротестовал немного эмоционально, но в этот момент Вернель попробовал завести еще публику, так поработать на трибуны. Все, добро, далее. Появились накладочки. Накладки как раз должны быть такие короткие, по баланге. Они не должны закрывать себе пальцы целиком. А, и не должно давать преимущество, да, спортсмену при перетягивании. То есть ничего клейкого, да, эпоксидкой покрывать точно нельзя. Вот правильно вот это посидит. Видно сразу, верно, напряженные бедра, спина. Причем, знаете, спина не с прогибом, потому что с прогибом Тереслава. И вот, как раз назад, он пошел операцией. И вот здесь Сербия Стреслава. Тереслава, Стреслава, 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 Стреслава и Олеговича. И в итоге Вернель Кимпедия одерживает победу за счетом 2-0. Очень, очень эмоционально радуется. Да, это будет креполый. Вернель. Ну, молодец, перезматичный его. Никита всегда интересный им куда-нибудь. Только на попосте, но и в целом, как они себя за его пределают. А, устроил настоящее шоу, да? Ну, говорится, не зря ждал, потому что нас не понимаем, что то, что в нервный момент, спортсмены, они уже подгорают. Ну, чисто психологически. Ну, да, вот сейчас его там несут вдоль трибун, все его аплодируют, но, в принципе, триумф в парне сегодня. Ну, и надо сказать, что представитель сборной России Герман Игнатьев проиграл он в финале Азамату Асанову из Кыргызстана со счетом 2-1-2, да? И он становится бронзовым призером. Также еще один из них становится Вернель Кимпедия из Конго. Ну, а сейчас нас ждет финальный поединок в этой весовой категории до 60 килограммов. Из Пакистана Мухаммад Саад и лидер сборной Кыргызстана Азамат Асанов. Ну, и повтор, конечно, здесь. Ну, здесь, да, да. Такое нельзя было пропустить. Волгут как раз все мышцы, которые у него есть, он смог напрячь. Он, кстати, да, очень технически правильно все делал во время поединка, да? То, о чем вы говорили, то есть он все мышцы свои задействовал действительно. И очень был резок на старте, не упускал свой момент для атаки. Ну, и, конечно, в первой попытке он на характер, что называется, вырвал. То есть он показал все, на что он должен, на что он способен. Пакистанец как раз Мухаммад Саад сейчас на ваших экранах. Невысокий спортсмен, но очень атлетичный. И, да, у него соперник. Он является... Он является, конечно же, фаворитом в этой встрече с Мухаммадом Саадом. Но, в результате, у команды Саадов-финал, это был один из сенсаций и соревнований. Хотя, надо сказать, что в Пакистане, вот, может быть, как-то это не очень логично звучит, но там действительно масс-рестлинг стал очень популярным. И команда очень хорошо подготовлена к чемпионату мира. И вот один из них вышел в финал. То есть, как минимум, завоюет с Керебряным игроком. Ну, это уже, да, это все иные достижения. Но есть девятнадцатый, как-то так вот. В том, что сборник России стал третьим. Нежный захват, он достанется. Но, как бы, да, резко он взял сталь, но там от Асанава, но оба они не приподнялись, но Асанава был получше в этом планете и вытянул соперника от себя. Первая попытка есть. Я здесь, наверное, не сталь. Я здесь вижу, мне не сталь. Я не могу, а не у меня теперь. Я сюда веду себя, я тебе не отчитываю. Она в сорта летит. Но сюда выстокаетесь. Я знаю, что, я здесь. Пог Sergey, я не проверю. и соперника, и его атаку, да, как он будет отдачным. В высоте даже здесь есть приостойка, когда приподнимают и даже корпус, и с помощью веса вы тянут в высоте. И еще обратите внимание как раз на захват, на сильнейшую руку. А вот здесь такое ощущение, что ошибка очень серьезная допустила. Чех! 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 Продолжение следует... 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 это заветную а пола не кажется вот прям видно даже даже эмоционально это очень сложным а здесь видно что то ли траву получил видимо какие-то до болезни и коллеги тоже пришло дерзал мышцы но тем не менее да на вторую попытку готов выйти по поддержке там вперёд Здесь наш любимый конголезец тоже появился, он уже переоделся, но все равно легко узнать о трейбе на руке. А здесь все уже готово, чтобы парни прощали второй партнер. И опять тот же самый прием, там поднимается чуть повыше пикболот, как по ступенькам по этой доске и не оставляет шансов соперникам. Также 2-0. Да, безупречно сейчас провел хобби попытки пикболота Апылов и становится бронзовым призером чемпионата мира. Апыловая весовая категория до 80 килограммов, а нас ждут еще богатыри, весят до 125 и свыше 125 килограммов. Помост бы выдержал? Да. У нас установлены 3 помоста, вот предварительно. И на самые крепкие выйдут самые большие парни. Да. Я думаю, что выдержал. Бывает так, что палка не выдерживает спортсменов и даже ломается. Ну и, конечно, приходится делать повторно, опять проводить поединок. Ну, редко, но такое бывает. Ну, добавляет, да, добавляет драмы. Но еще, так же, вот я не знаю, есть ли регламент, как раз, может быть, вы мне и подскажете, по тому, что есть сердечник стальной внутри палки, крепкий. То есть, на регламенте на чемпионате мира такое предусмотрено или все-таки просто вот... Нет, ну, если честно, я вот не скажу, да, я не такой большой специалист именно в экипировке, так что здесь я не подскажу. Ну, если вдруг они сломают палку с металлическим сердечником, мы поймем, что это прям совсем суровые парни. Да, ну, обычно нет, такого не бывает, потому что все-таки хват, 4 руки там... Ну, да-да-да, нет такого, давление на одну точку. А у нас, между тем, следующая пара, пока мы так вот порассуждали об экипировке, Словакия и Россия. Оливер Курик и Станислав Иванов. Станислав в синей форме, Оливер в красной, соответственно. Видим, Станислав берет внешний захват, и Оливер тоже уже вот так вот здесь как раз. Рефери просит его выпрямить и руки, и да, потянуть еще немного на себя. Вот здесь выровнялся, но выравнился, выравнился, готовился, готовился. Оливер, а меньше полутора секунд потребовалось Станиславу для того, чтобы его перетянуть на свою сторону? 1-0. Оливер Курик является также достаточно таким титулованным спортсменом, атлетом. Он является и победителем этапа Кубка мира. То есть у него серьезная школа и опыт. Хотя он и молодой спортсмен, ему 23, по-моему, до года. А Станислав, для него это первый чемпионат мира. Он также восходящая звезда, скажем так, да, масс-рестлинга. Его тренером является Павел Черноградский, единственный в мире трехкратный чемпион мира. То есть он выиграл все предыдущие чемпионаты мира. Павел Черноградский, его выступление мы увидим завтра. Я надеюсь, что в финале опять же увидим. И тут тоже есть большие шансы, что из четвертой ему тоже покорится. Да, и он уже станет таким рекордсменом. Можно уже записывать книгу рекордов Кениса. Четыре чемпионата мира и четыре победы. Но здесь готов, готов Оливер. Но шансов все равно, и Молстый, Слав Хманов не оставляет просто никаких. И, если честно, я ожидал более серьезной конкуренции от Оливера Курика. Он выходил прямо такой, мне казалось, что сейчас будет сложно. Поздравляем Станислава с первой золотой медалью чемпионата мира. Я надеюсь, что это его не последняя медаль. Оливера Курика, конечно, тоже поздравляем. Словакия становится обладателем серебряной медали чемпионата мира. Тоже серьезное, конечно, достижение. И в предварительных поединках он показал очень красивые, хорошие схватки. Ну, тем более, да, первые чемпионаты, сразу ты в золоте. Огромный потенциал вообще. Может быть, и тренеру составят конкуренцию по количеству золотых медалей? Вот смотрим, да, повтор. Ну, здесь, конечно, за счет в основном видно, что силовых качеств Станислав соперника перетянул. Меньше вышел именно технических элементов использовать. Просто вот понял, что, видимо, здесь можно взять силы. Движемся дальше. Рисовая категория до 105 килограммов. Камерун и Узбекистан встретятся на помосте. Камерунец Франсуа фонго Клоде. Ну, и из Узбекистана Хамро Тагайбердиев. Большая разница в росте у них, потому что Франсуа прямо такой, вот, видно, высокий и посуше чуть-чуть, чем Хамро. Ну, вообще, конечно, еще стоит отметить, что масс-рестлинг – это очень демократичный вид спорта. Потому что большое количество весовых категорий. Ты соперника себе можешь подобрать практически в любой. Ну, и плюс не такие серьезные требования именно к возрасту. То есть, в принципе, есть молодые виды спорта, когда ты уже в 22 карьеру должен закончить. Ну, здесь ты можешь достаточно долго быть действующим спортсменом и на высоком уровне соревноваться. Вот как раз в следующей паре мы увидим, что Тамаш Дели, да, из Венгрии, это уже в следующем поединке, ему 45 лет. И он уже, ну, в малом финале, да, в чемпионате мира показал, он очень хорошие поединки сегодня. Так что от 20 до 45 у нас такой разброс серьезный. Ну, то есть папа и сын вполне себе могут соревноваться. А вот, кстати, такое достаточно часто у нас бывало. Так что Анатолий Байш, о котором мы говорили, он и сын его тоже на одном турнире. Вы его встретились, да? Нет, не между собой. Нет, то есть это было бы интересно. Ух, да, и попытался сейчас Гибердиев перетянуть палку на себя, но Франсуа что творит? Франсуа Клод Фуанго, может быть, это новое имя в масс-рестлинге? Да, очень красиво. Да, 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 молодец, да, дожал все-таки. Практически целиком он лег на правый бок и все-таки так вот левой рукой там дотянул в какой-то момент. Давайте смотреть повтор, потому что первое это движение, оно было за Хамро. Вот он потянул, но дальше пытался вроде и вытянуть соперника за счет приема стойка. Но тут, конечно, Камерунец нашел противодействие. Все-таки именно за счет мощи, мне кажется, да, перетянул Франсуа? Да, он даже видно, что вот пятку ноги даже оторвал, то есть он прям тянул именно вот в свою сторону вправо. Но технически далеко не совершенный это был поединок. Да, он не стал качать, он поскручивает, ничего. Да, чисто такой на мощи, да, что он 20 взял. Да, и также еще вот пока спортсмены готовятся к следующей попытке, скажем, что поменялись правила, потому что если раньше просто двое садились друг напротив друга и вот пытались как раз делать то же самое, что Франсуа и Хамро, то есть перетянуть палку, то затем стали добавляться больше таких технических элементов, перемещение опять же по доске. И сейчас мы видели элементы, да, иногда бывает, что прямо вот совсем-совсем в сторону оба убегают по этой доске, еще пытаясь там эту палку выкрутить. Но я думаю, что все-таки чем выше весовая категория, тем больше все-таки спортсмены рассчитывают именно на силовые свои показатели, чуть меньше, наверное, технических. Да, конечно. Ну, так же, как и в других единоборствах, да, например, там в боксе даже, да, если взять там малые весовые категории, там больше движения, больше технических... Скорости, да, большее количество ударов, то есть не надо одну банку доносить до соперника. Небольшой скор. Был какой-то ангану, да, и одним ударом вырубит. Если попадет. Да. Главное, чтобы попал. Был небольшой спор здесь по поводу захвата. Да, и сейчас пятки обязательно должны быть прижаты тоже у Камро. И вот здесь тоже самое начало, но Камро чуть лучше, да, поднимается сейчас выше он по доске. Если у него сам сейчас, да, перетянуть, но... Нет, нет, все-таки срывается, срывается его захват. Да все-таки, мне кажется, здесь пальцы все-таки подвели, и Камро тоже. Ну, тоже мне вот чисто визуально показалось, что попробовал за счет силы перетянуть, а можно было попробовать вот так вот раскачать, дернуть. Сейчас посмотрим повтор обязательно и разберем, наверное, да, вторую попытку. Нам действительно было интересно, очень интересно начал, да, Камро. Ну, мне же почти получилось. Да, и старт он взял, на самом деле он же начал атаку первую, да. Но все-таки перетянул его Франсуа на свою сторону. Ну, Франсуа силен в защите, потому что, что в первой попытке он атаку проиграл, что во второй, и тем не менее, все равно, благодаря своим навыкам, вот, да, здесь... Сейчас видно, пошел наверх как раз. Да, и вторую ногу тоже поднимает, но его, видите, да, и Франсуа тоже поднимает ногу, да, и уже не уступает ему и в, скажем так, технике уже сейчас, в этот момент. Но здесь еще, да, сработало то, что у Франсуа все-таки длина конечности повыше, он прямо ногами уперся, и еще получилось, что практически полностью он колено выпрямил. Вот здесь, да. И здесь уже сложнее просто его сложить даже, да, просто. Ну, потому что он начал как раз собирать в такую гармошку Камро. Переходим к следующей паре, как раз Венгрия и Монголия. Пока повторы, у нас уже спортсмены готовы выходить на помост. О, да, кстати, многоопытный Тамаш Дили из Венгрии, тоже большой энтузиаст из силовых видов спорта в целом, и масс-рестлинга, он больше пропагандирует этот вид спорта у себя на родине. Ну, и его соперник из Монголии, Адриат Умур, Того Бакс. Самые сложные фамилии для произнесения комментариев, это иранский и монгольский. Да, всегда так, да. Даже тайские с ними идут ни в какое сравнение. Ну, давайте смотреть. Так, Абад. Адия Тимир. Рисовая категория до 105 килограммов, напомним, уже такой серьезный вес. И очень легко, да, то есть всем корпусом просто Тогоабад потянул соперника на себя и не дал тому никакого шанса. И настроение уже совсем другое, да, видимо, что... Ну да, ты уже вырываешься вперед, уже соперник такой в статусе догоняющего. Но захват был крепкий, конечно, у Дамаша. Но здесь уже спина подвела такое ощущение. Намекайте на возраст. Нет, нет, чисто на технику. Давайте посмотрим вторую попытку. Я немного все-таки здесь болею за Томашидели. Потому что, ну, все-таки ветеран, заслуженный человек. Надо, чтобы, может быть, хотя бы сравнял, да? Да, ну, хочется, мне, честно, самому хочется увидеть 1-1. Да. И 1-1 у нас. Вот так. Здесь, кстати, вторая попытка. Вот Томаша вообще легко получилась. Прямо практически чуть ли не сразу. С левой руки захват своего соперника сорвал. Да, и сейчас как раз вот в случае 1-1 бросается кубик. И сторона, сторона именно, да, красная выбирает сейчас захват. Может быть, как раз захват и сыграл в этом случае свою роль, да, вот во второй попытке. И сейчас посмотрим, какой он выберет сейчас Дели. Да, потому что у него был как раз вот внешний захват. И сейчас посмотрим, какой он выберет уже в третьей попытке, в решающей. Ну, здесь было мощно, да. Вот здесь как раз и ногами хорошо сработал. Ну, может быть, в первой он, да, упустил просто старт. Может быть, да, чуть не настроил, не настроился. Ну, тем более, да, тем более, все-таки внутренний захват, он сложнее, так или иначе. Чуть больше мышц рук задействованы, чуть меньше именно плечи и спина. Ну, вот сейчас как, да, прям бодренько очень. Там Аждель. Да, и внешний берет захват, как мы и ожидали. Первая схватка, которая у нас со счетом 1-1 в рамках сегодняшнего соревновательного дня. Именно вот этой части. Именно финалом. Старт. И ух, как перетянул почти. Да, все-таки получилось, что опрокинул он Тамаша Дели. Дегабад. И таким образом выиграл. Хотя палку Тамаша Дели не отпустил. Ну, поздравляем спортсмена Монголии с бронтовой медалью. Ну, и Тамаша, конечно, показал характер, борьбу, навязал, но все-таки уступил. Добавил так интриги. Ну, здесь сейчас посмотрим на повторе. Такая небольшая ошибочка все-таки, да, то, что вот он был опрокинут. Потому что чисто вот уже во второй, третьей попытке, да, по физическим кондициям он не уступил. Здесь давайте смотреть. Вот, и здесь, да, переступил как раз и дальше уже опрокинул, оторвал ногу Тамаша Дели, а переступал, соответственно, Тагабад. Было видно, маленькие шажочки сделал. Давайте еще раз посмотрим. Вот он, да, вот это движение. Раз и, и вот он, рывок. Да, вот это движение спортсмена из Монголии, Тагабада, да, вот когда он ушел направо в сторону атаки соперника. И центр тяжести его ушел, и получилось, что он практически перевернулся. И заключительное предстояние в этой весовой категории Кыргызстан и Россия. Это один из самых ожидаемых финалов сегодняшнего соревновательного дня. Это претендент на золотую медаль из Кыргызстана, Кельдебек Улу Атайбек. Человек просто одни мышцы. Да, терминатор из Кыргызстана. Кыргызская версия Халка, мне кажется. Да, и Дмитрий Попов, один из самых именитых спортсменов в современном масс-рестлинге в этом весе. Двукратный чемпион мира. Ну и обладатель всех прочих наград. Из Якутии, из Уст-Алтанского Улуса. Многолетний лидер сборной России. Как они, конечно, отличаются по габаритам? Да. Ну, мышечная масса, как мы видим, да, может быть, наверняка на стороне у представителя Кыргызстана, да. Вот какие руки, да? Не у каждого такая наград, скажем так, да. Это точно. Вот, да, еще попробовал хват, и все-таки левая сверху, правая и снизу. Да, очень волнительно сейчас будет, потому что я думаю, что здесь будет борьба такая настоящая. А вот здесь, кстати, обратите внимание на хват, здесь сильная на сильную, слабая на слабую. И, как говорят, вот ты попался на прием ключ. Да. Как раз вот когда вот такая раскачка идет вертикально. Сейчас посмотрим, применится ли этот прием. Так, красный получает предупреждение. Да, никак не могут начать, да, правильно поставить палку в центр. Да, и здесь как раз вот именно за счет неправильного захвата получилось, что Дмитрий Попов вот ошибся здесь и первую попытку уступил. Потому что если ты уже заявил захват, да, по правилам масс-рестлинга, ты не можешь его поменять. Ты показал, да, вот если ты ошибся, значит ты ошибся. Потому что вот руки должны быть противоположны. Ну, вы часто это видели, да, просто мы нередко и обращаем внимание, и будем еще обращать внимание на захват. Потому что это тоже один из очень-очень важных, если чуть ли не самый важный элемент масс-рестлинга. Да, и счет 1-0 в пользу спортсмена из Кыргызстана. Дмитрию сейчас надо любой ценой вырывать. И будет у него внутренний захват. Да, что-то тоже достаточно непросто. Против такой массы, да? Ну, здесь вот очень правильно начал подкручивать как раз вертикально Кадибек. И здесь уже захват сорвался у Дмитрия. И, естественно, его, да, Дмитрия активно поддерживает публика. Мы с ней солидарны. Дима, 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 вот, да, слышим, скандирует. Настраивается очень интересно Дмитрий Попов. Вспоминаю финальную сцену фильма «Джулур». Да. Там было очень похоже. Но там только, конечно, он из-за травмы. Здесь, я надеюсь, что травмы не было. Да. Драма все-таки будет или... Ну, в любом случае, драма, да? Ну, да, уже. Либо для одного, либо для другого, но... Вот, и здесь как раз другой захват. Обратите внимание. Здесь захват правильный. Да, так вот, раздернул немного, да, спесь соперника сбил. Нужно выровнять палку, конечно, над доской. Может быть, это, кстати, сбило и Дмитрия, да, в первой попытке, когда достаточно долго тоже устанавливали, да, в центр. Мы настраивались, но, да. И упустил момент, что называется. Тут доли секунды играет роль. Вовремя стартовать. Да, и надо же слушать еще команды. Рефери как раз. Слышим, что музыка тоже соответствует, нагнетает это напряжение. По-прежнему никак не могут дефиксировать. И есть, да, 1-1. Дмитрий Попов поймал все-таки в момент. И такое ощущение, что небольшую травму получил Келдебек. Келдебек схватился за руку. Так что мышцы не всегда решают. Но мышцы, они тоже бывают и рабочими, и не очень. И просто, да, просто большими. Здесь, конечно, каких широчайших у Келдебека. Но очень легко здесь взял, да. Но что-то не понравилось. Про протест они, мне кажется, заявили. Даже, да. Вот я вижу сейчас кубик как раз выбросили. Представители красного угла. Может, со стартом, да, может быть. Да, и будет пересмотр. Ух, какой суровый взгляд. Действительно, Халк. Просто человеческий. Можно прямо в кино снимать, да? Но я бы побоялся этого человека красить в зеленый. Он по одним взгляду, мне кажется, всех остановит. Да, в углу у Дмитрия Попова заслуженный тренер России Дмитрий Давыдов. И много он спортсменов воспитал. И в пауэрлифтинге, и в мастрестинге. Он такой в позе Будды, да, такой в задумчивости. Ну, да, каждый, да, по-своему настраивается. Кому-то надо добавить внутренней ярости и злости, а кому-то, наоборот, просто посидеть, помедитировать, как говорится. Так, обсуждение протеста, насколько я понимаю, сейчас еще продолжалось какое-то время, вот вроде закончилось. И там вот есть обсуждение уже в команде Киргызстана. Еще раз повтор, да, повтор, посмотрите. Ну, вроде когда до команды, вот, мог вот этот именно протест быть подан, что до команды рефери начал техническое действие Дмитрий Попов. Пока непонятно, удовлетворен ли этот протест, потому что есть какое-то движение там неподалеку от помоста. Ну, и, конечно, да, то есть при таком положении вот бросить челлендж, ну, не бросить челлендж, да, вернее, было бы, наверное, опрометчиво, потому что, ну, здесь у тебя есть вариант, да, его можно назвать такой челлендж надежды, то, что первая попытка-то Килдебеком была забрана весьма уверенно. Да, ну и сейчас либо счет 1-1, либо счет 1-0 по прежнему использованию. Да, то есть та попытка просто не засчитывается, это не 2-0, да, тут здесь нет какой-то дисквалификации. Ну, предупреждение было, да, сопернику. Мне кажется, все-таки 1-1, да? У нас, к сожалению, видно, да, как раз счета, но сейчас покажут нам графику, мы поймем. 1-1, да, отлично. Ну и заключительная попытка. Снова драма, да, здесь, да. Настоящее кино перед нами разворачивается, как раз Джелур, да, во всей красе. А тогда так и было, конечно. Да, 1-1. Ну и сейчас решающий. Пауза была довольно длительной, оба уже восстановились, я думаю. Продышались, в том числе и на штырем, чтобы совсем свежая голова была. Или все-таки удовлетворил? О, 1-0, да, то есть поменялась все-таки у нас графика. Все получилось, что протест удовлетворили. И здесь для Дмитрия Попова все надо начинать сначала. Мы просто сидим так с угла, что нам просто не видно табло, на котором высвечивается счет, поэтому ориентируемся мы по графике. Ну, так же, как и вы, наши уважаемые зрители. Да, и вот объявление, раз, вот, судьи информатора, 1-0 в пользу киргизского атлета. Опять тот же самый захват. И старт, и здесь силовая борьба, и все-таки, да. Я о чем я и говорил, палка сломалась. Сломалась палка, да, вот так. Где, как мне, в этой схватке она должна была сломаться, да? Тут, я потому что увидел кусочек палки как раз в руке у Дмитрия, а потом еще обратил внимание, что кусочек у Дилдибека. И немного потерялся. Вот здесь. Ну что, драма, настоящая драма. Это настоящий финал. Перетягивает Дмитрия. И вот, да, да, да. Вот это да. И реакция как раз вот на дальнем плане, но очень-очень показательна. Потому что палка-то приличная, она диаметром, вот сами обратите внимание, да, что там явно не тоненькая. Да, счет по-прежнему 1-0 таким образом. И это действительно по киношному уже. И еще одна палка ломается. Нет, такого я еще не верю. Такое бывает вообще. Я вообще практически... Сейчас это четвертая попытка уже была, да? То есть мы считаем, первая выиграна Келдибеком, вторая выиграна Дмитрием, но был подан протест. И две попытки с поломанной палкой. Я не буду с этими парнями здороваться за руку. Да, лучше не надо. Они ломают палки. Просто захватом. Вот здесь она разлетается. В щепки просто, да, разлетелась палка. Там главное, да, чтобы кисти еще, конечно, целыми остались. Палки-то у нас не кончатся? Нет, палки точно не кончатся, да. Но организаторы наверняка в курсе, что такое бывает. Такие силачи, да, ребята? Ну, это прямо схватка вечера на данный момент. По драматизму, по накалу и вообще по количеству событий. Сейчас надо просыпаться и трибунам, опять же, да, поддержать Дмитрия. Очень важно сейчас ему взять, сравнять счет. Да, еще учитывая, конечно, после таких попыток. И тянет, тянет сейчас Дмитрий. Дмитрий, давай! Да, 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 вырывает он палку. 1-1. Но это должно было произойти. Должно было произойти. Все-таки у меня такое ощущение, что мы в кино, а не на соревнованиях, да? Да. Ну, теперь да. Кубик на стороне красной половины нашего помоста. И поэтому Гелдебек выбирает захват. Да. Но подчеркнем, что вот эту попытку Дмитрий забрал, когда у него был внутренний захват. Да. То есть тот захват, который считается чуть более слабым. Но здесь он на характере, видите, да? И старт же взял Айт Дег, да? Ну и да, технически очень правильно здесь он. Не уверен, что я правильно назову, но мне кажется, что это прием Ушицкий был. Вот, да. Как раз вот так, да, переламывая. И вытягивая за счет плеча сейчас. Да, вот он. Вот он, да. И разорвал вот этот захват. Как раз тут давление на палец. Палец. Вы же большой специалист. Мастер-рестингером. Вы мне льстите. Вы можете уже сами потихоньку заниматься, наверное, да? Потому что у вас знания уже такие достаточно глубокие. Осталось бы работать технику. Да. Вот видим, как концентрируется Дмитрий Попов. Да, и счет 1-1 решающий. Да, еще мы помним, что предвосхищала этот счет. Это уже они в пятый раз, да, садятся на помост. Получается. Полов шестой. Первая попытка. А, точно. Да, потом сейчас выиграл. Сейчас шестой раз уже. Вот это да. Я вот, честно говоря, не помню, что такое. Но вот, да, вот эта схватка, она должна попасть, мне кажется, во все повторы. Просто вот в нарезку, которую делают по окончании чемпионата. Да. Согласен с вами. И очень сейчас переживай за Дмитрия Попова. Сборная России. Дмитрий Попов. И сборная Кыргызстана. От Айбеки. Да, так раздергивают. И поехали. И перетягивает Дмитрий Попов своего соперника на себя. И какие эмоции, Дмитрий. Конечно, уже нервы, и никакие нервы. Да, мне кажется, да, там ни сил, ни физических, ни эмоциональных не осталось. Учитывая, что захват был на стороне соперника, да, и учитывая вот все предыдущее. Молодец. У меня у самого сейчас слезы на глазах пойдут, наверное. Ох, а там еще и получается, что ногу травмировал Калдебек. Прикрамывает. Була она повреждена, по всей видимости, там, тейп мы видим. Да. И кто мне скажет, что в перетягивании палки нет эмоций и что это скучный вид спорта. Я абсолютно с этим не согласен. Вот ради таких финалов, да, ради таких состязаний стоит это смотреть. Поздравляем Дмитрия, поздравляем всю Якутию и всю Россию, конечно, да, с этой золотой медалью. Это был великий финал, мне кажется, да. Я думаю, что... Настоящая завоеванная медаль. Да. Это... Это поединок останется в истории масс-ресинга, это точно. Дмитрий Попов. Трехкратный чемпион мира. Трехкратный чемпион мира. Еще раз. Вот, смотрим, да, какое... Какие эмоции Дмитрий отдал всего себя. И, конечно же, уже не выдержал. Да, его здесь перетянул. Очень скромный парень Дмитрий Попов. Очень целеустремленный, преданный своему любимому виду спорта. Я думаю, что он заслужил эту золотую медаль, конечно. Ну, даже... Даже если бы он проиграл, он был бы героем. Но сейчас, конечно... Сейчас, да, это просто что-то невероятное. Это кино, да. Там еще на дальнем плане было видно, как Калдебеку как раз за заднюю поверхность бедра схватился. То есть то место, которое у него было протейпировано, видимо, дернул все-таки мышцы. Да, и вот так теперь надо выдыхать, потому что время прямо совсем больших парней сейчас... Да, до 125 килограммов парни. А супербольшие парни выйдут в следующий весовой. Тут тоже практически киношная внешность у человека, который вот сидит, да, и... Истога. Истога, да. Олег Бин, Абдул-Хаки и Худжор. Да, и его соперник из Индии, Юнус Шейх Абдул-Ахат. И Ахат сейчас как раз тянет соперника на себя и показывает, да, Олег Бин, что нет, нет, ничего, вообще просто максимально флегматичный человек. Покачал головой, сказал, нет, нет, я вообще ничего не чувствую. И забрал палку так вот. Ну, он, кстати, очень такой тоже эмоциональный парень. Вот когда, ну, за выход, да, в малый финал он боролся, и там такие эмоции тоже были. И он даже станцевал здесь. Так что он такой флегматичный парень. А здесь такое, как вот было выражение, да, отнять конфетку у ребенка. Вот такое ощущение, что он это с палкой сделал у соперника. Ну, да, здесь уже все-таки уровень конкуренции уже у него уже не такой большой, да. Вот просто обратите внимание сейчас на лицо спортсмена из Тога. Нет, нет, не отдам тебе палку. И вот здесь, да, сколько бы ни пытался сейчас, Юнус очень легко и так по будничному Олег Бин эту палку забрал. Вторая попытка. И вот здесь, да, чуть-чуть качнул вперед, дал сопернику надежду. Тот подвластил пальцы и вырвал палку сразу на противоходе. 2-0. Здесь без драмы. Ну, драмы хватило, да, надо выдохнуть после предыдущей драмы. Может быть, да, на новый клубчик. Он улыбнется вообще, нет? Он реагирует как-нибудь. Тронзовая медаль представителя Того. Ну и обнимает, и улыбается. Но все-таки он немного такой на публику играет. Ну, конечно, да. То есть есть у него такой образ. Да. Сильного, да. Суру как каменное лицо. Покер фейс, как говорится. Да, и финал в этом весе. Иван Галкин. Раз, и Иван Вакас Авзал из Пакистана. Да, сейчас спортсмены как раз выйдут. Пока посмотрим повтор. Да, вот здесь вот хорошо, еще раз подчеркну этот момент, да, вот качает вперед, немного ослабляет хват и выдергивает. А главный взгляд такой, да? Такой чуть-чуть сонный, расфокусированный вот. Пакистанец, да, Вакас Авзал сейчас на ваших экранах. Человек с внешностью профессора из университета. Да, кстати, я тоже обратил внимание, такой в очках вышел, да? Николай Олегович Константинов, главный тренер сборной России. И он секундирует Ивану Галкину, Калужанину, богатырь из Калужской области. Два представителя из Калуги у нас было. Девушка уже выиграла золотую медаль, да? Ну, за ее. Ну, и сейчас очередь за Ивана. Традиционный поклон. И все готово. Иван взял небольшую паузу. И внутренний захват выбирает пакистанец. Легко перетягивает Иван Галкин соперника. И перетянул, и палку забрал. Тоже так спокойно сделал свою работу. Повтор, да. Ну, здесь, да, такая силовая работа была. С хорошим преимуществом выиграл первую попытку. Ну, вот для пакистанца и серебряная медаль тоже, конечно, очень серьезная удача и... Ну, хорошее достижение, да. Ну, в Пакистане тоже, как мы знаем, достаточно развиты именно борцовские виды спорта. Единоборство, да. Но они все-таки, да, больше как-то не ударники. Они борются. И здесь, да, вторая попытка тоже легко так... Техничным рывком. Вот здесь как раз больше, да, именно техники было использовано, чем силы. Ну, а Иван Галкин очень уверенно побеждает своего пакистанского визави. Да, Иван Галкин ставит перед собой цель выиграть не только вот в своей весовой категории, но и в абсолютном весе. Вот его выступление мы увидим уже на местности Юстатэн, да, когда будет чемпионат в абсолютной весовой категории. И он составит конкуренцию серьезному следующему нашему герою, Виктору Калибабчуку, вот, который как раз так же будет там выступать. И Дмитрий Попов, кстати, тоже заявлен в абсолютном весе. Ну, посмотрим. Ну, это будет интересно посмотреть, конечно. Ну что ж, совсем большие парни у нас уже прошли, а теперь очень и очень большие парни. Самая большая весовая категория, самая тяжелая, свыше 125 килограммов. Ну, пока нам показывают триумф нашего спортсмена и ждем как раз выхода следующей пары. Да, и следующей парой у нас выходит на помост представитель сборной Венгрии Алекс Беро и спортсмен сборной России Виктор Калибабчук-Вязьма. Атлет, который выиграл все у нас в рестлинге, двухметровый гигант, даже больше 2 метра и 3 сантиметра. Виктор Калибабчук. Ну, да, для такого веса рост должен быть соответствующий. Вот он. Да, большой. Нет, это его соперник. А, это Венгер, да. А, с другой стороны, да, выходит Виктор Калибабчук. Вот он. Частый гость у нас Виктор Калибабчук. Для него, наверное, Якутия это вторая родина. Такой добрый, ну, большой, сильный человек. Ну, таким, таком надо быть, наверное, только добрым. Если такие еще и злые, то вообще можно бежать и прятаться. Да. Его здесь очень любят, все знают. Виктор Калибабчук. Даже так. Вот такие. А венгерский спортсмен мне чуть-чуть по габаритам сумоисты напоминает. Да, он такой более плотный. Гораздо ниже, конечно, рост там. И, я думаю, здесь такой... Для Калибабчука это будет такой разминочный, я думаю, поединок. Да, поприветствовал публику. Он знает, да, публика. И публика его знает. Должен он с ней поздороваться. Он настроен, конечно, венгерам тоже очень серьезно. Алекс Веро. Ну, это правильно. Какие бы регалии у твоего соперника не были, какой бы он титулованный не оказался, все равно он здесь и сейчас перед тобой. И ты ему оказываешься противолеть. Поехали. И переступает сейчас Алекс и выдергивает все-таки Волков Виктор. Да, Виктор Калибабчук. Но он все-таки серьезное сопротивление оказал. И вот видим даже по эмоциям Виктора Калибабчука, что это не так, чтобы просто было. Может быть, чуть-чуть недоценил, да? Да. Мы же видели, как тоголезет, да? Вот эмоции его. И вот если сравнивать, то, конечно, гораздо ярче они у Виктора. Ну, здесь, да, и он такой хитростью пытался Алекс Веро победить. Вот так вот смещался. Пытался он как раз развернуть еще палку вертикально. Вот здесь практически это ему удалось. И тянул-то на себя. Да. Но дальше он просто так вот вытащил из руки Виктора Калибабчук. Да, очень точно вы подметили сейчас. На повторе это будет хорошо видно, да? Ну, опыт, конечно, здесь большую роль играет. И видите, да, он тоже вот одной рукой. Начал давить как раз, да, в сторону пальца. А это еще из старой детской сказки мы знаем, что один прутик легко переломить, а целую связку уже очень сложная. И здесь, да, конечно, давление в сторону либо большого пальца, либо в сторону мизинца. Вторая попытка. В состоянии вытащитесь ему противно. Вторая попытка. Ох, хорошо. И сейчас . Этот в hubет держит паузу в гроссмейстерскую виктор настраиваться неспешно туда надо еще чуть-чуть все-таки из поиска равновесия соперника тоже вывести раскачать его как и полку вот здесь уже в другую сторону тащит алекс но все равно не получается срывается захват и виктор калибовчук забирает полку во второй попытке не оставляя шансов сопернику 20 также становится он также чемпионом мира поздравляем виктора калибовчука самый большой весовой категории это уже третий круг в этом вещи да здесь не так много участников 4 ну да да то есть все уже друг друга знают насколько я понимаю и здесь еще одна а еще один поединок будет между представителем сербии и аргентины очень хорошие кстати поединок показал и алекс веро похвалил его составил он попать что называется до абсолютного но он чемпиона мира пытался как раз именно до взять не силы а умением что от него и требовалось да он пока сделал все что он в общем мог то есть здесь безвольным поражением не пахнет борьба но выиграл сильнейший и для фотографий надо на опыте кадры яркие получаются видно как магнезия такая пыхнула чуть-чуть когда захват срывался пыль полетел ну да хайлайты здесь яркими красивыми конечно особенно с участием финального поединки висит до 105 килограммов дмитрий попов да но это вообще супер драматично меня до сих пор не отпускает это просто кино какое-то развернулось давайте галют отдыхает да мы переходим с вами к заключительным соревновательной паре сегодняшнего дня лада радков и доминго целя эдуардо висит ли аргентина и сербия нас на помость радков будто бы ощутимо больше смотрятся чем его соперник но здесь конечно же по весам нету ограничений никаких свыше 125 можно хоть 150 и выиграл он первые попытки его соперники из аргентины конечно опытный гораздо более возрастной спортсмен но тоже является обладателем многих титулов и в том числе и в южной америке на различных стронгмен соревнованиях выступал имеет успехи но здесь все таки уступает вторая попытка катков уже внутренний хват надеяться что висит ли сможет здесь дать свою технику кризис действительно соперник гораздо мощнее да вот перетягивает пока на свою сторону веселья и падает сейчас да и там получилось что он палкой коснулся как раз доски а это тоже приравнивается к поражению и таким образом влада радков со счетом 2-0 одерживает победу в этой схватке ну и да как вы слышали очень эмоционально приветствует спортсменов публика и наши соревнования первый соревновательный день на этом завершается ждет нас красочная церемония награждения ну а с вами мы увидимся уже завтра да в то же время на том же месте степан посельский роман гришин рассказывали вам про события сегодняшнего соревновательного дня на этом пока все счастливо пока до свидания